Реакция очень положительная. Я поблагодарил ребят в раздевалке, потому что нерв такой матч очень сложный. Мы в начале пропустили совсем необязательный мяч, но я вам скажу, что Амуром это команда тренерская. Командой руководить очень умный, грамотный специалист. Команда обученная. Есть ряд игроков, которые, я вам скажу, они бы даже и усилили нашу команду. Поэтому победа вдвойне престижная. И я очень рад, сколько мы сегодня создали моментов. Мы немножко трансформировали свою расстановку игроков на поле. Я думаю, что это стало неожиданностью для игроков и для тренерского штаба соперников, потому что они очень много матчей смотрели. Я знаю, как он тщательно относится к разбору. И анализу игры соперник. Матч в пассив с точки зрения, что вышли немножко не готовы. Не готовы, потому что быстрый гол. Команда нашего уровня не имеет права так пропускать. Из положительного. Агрессия, доминация по созданию голевых моментов. Плюс прекрасная поддержка. Болельщики все-таки дают нам импульс, гонят вперед. Ну и все. Готовимся дальше. Сейчас непростой выезд у нас. Сказал, что наше единство – это наша сила. У нас четкое понимание есть, что нам срочно нужно подкорректировать. Ну и, слушайте, сейчас, наверное, надо быть очень прагматичной командой, уметь правильно обороняться, терпеть, страдать без мяча. Потому что всего лишь 7 матчей осталось, и мы видим, какой плотный график. Скоро тройник, здесь надо ротировать состав, и чемпионат выиграет команда, которая умеет обороняться, не атаковать, а правильно обороняться. И сегодня наш прессинг высокий, да, наше давление игроков атаки на соперника, оно было ключевым. Поблагодарил ребят. Я рад, на самом деле. Очень рад. Возвращение Павла Долгого после травмы – это важнейший факт сегодняшних действий, извиняюсь, структуры и забитых мячей. Паша наш капитан, Паша лидер, да, и он ведет за собой ребят. Конечно, тут, что греха таить, он сегодня просто все показал на поле. Два мяча, давление, прекрасный результат. У нас очень крутые игроки в команде, но как раз-таки сегодня Павел и сделал разницу вначале, потому что не просто было с 0-1, надо было быстро реагировать. И вообще мне понравилась в целом реакция нашей команды на случайное поражение, которое мы в Велесе, скажем так, сами себе организовали, там недотерпели немножко. Но сейчас каждый матч будет сложный, каждый матч будет лобовой. Ну и слава богу, пока задачи, которые мы перед собой поставили, мы их потихонечку решаем. В этом, да, мы были несколько отрезков таких неприятных. Прищите 2-1. Была ли у вас нервозность? Да, да. Нервозность была не то, что за исход. Вот нервозность, она, скажем так, была продиктована эпизодами, потому что мы играли против команды, которая умеет работать с мячом, да, и они заставляли нас, скажем так, проявлять свои лучшие качества в обороне. Там были моменты. Но, знаете, сейчас в этой лиге надо быть к этому готовы, потому что любой соперник, он заставляет тебя работать на максимум. Мы были к этому готовы, да. И очень сложно сейчас провести матч, когда соперник практически не угрожает твоим воротам. Ну, в априори очень сложно посмотреть, какие результаты, да. Сейчас Краснодар там на 90+, там, скажем так, выигрывает у Липецка. Равная игра была совершенно, да. Сейчас, слушайте, сейчас каждое очко в этой лиге – это движение вперед. Мы завоевали три. Вот, надо двигаться, надо хорошо восстановиться и смело, смело ехать на выезд в Челябинск, да. Тем более эта команда позиционировала себя, как все-таки команда, которая будет явным претендентом на повышение в классе. Вот сейчас будет такой интересный, жесткий матч. Все, спасибо. Вам спасибо. И давайте я все-таки сейчас, эмоции остыли. Я хотел бы, самое главное, что есть вещи в жизни, которые, наверное, главнее футбола. Сегодня большой такой светлый праздник, да. И от себя лично, от лица нашего клуба, да, от всех. Хочу поздравить болельщиков, да, наших. Хочу вообще всех людей поздравить, пожелать мира, добра, всем благополучия, счастья, да. И есть вещи, которые надо ценить. Всех с праздником, всем любви. Всего самого хорошего.